Плюс 200 легальных таксистов. В 2017 году в Анапе значительно выросло число предпринимателей, которые получили разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. На 23 октября 2017 года выдано действующих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси лицам, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории муниципального образования в количестве 942 штуки. Количество перевозчиков, имеющих действующие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в 2015 году было 460, в 2016 году было 737. Но каждый год в разгар сезона бомбилы приезжают со всей страны, обогащаются за счет гостей курорта и при этом уходят от уплаты налогов. Глава Анапы подчеркивает, такие выездные совещания, которые проводят депутаты законодательного собрания Краснодарского края, возможность не только заявить о существующих проблемах, но и вместе найти им решение. Мы сегодня можем конкретно задать вопросы, что нам нужно сделать для того, чтобы навести порядок с диспетчерской службой. Они на уровне законодательного собрания Краснодарского края могут принять закон какой-то. Предложения есть какие-то конкретные, мы давали или не давали. Необходимо усиливать консолидацию всех заинтересованных сторон, считают участники совещания, и вносят в протокол. Совместно с контрольно-надзорными органами в кратчайшие сроки разработать комплекс эффективных мер. Например, к нарушителям налогового законодательства, службам такси, действующим через мобильные приложения. Они все работают, скажем, с нарушением законодательства. Не, они-то сами эти предприятия, которые вызывают, они-то платят налоги, тут никто к ним не подкопается, но они являются организаторами незаконных перевозок. Вопрос налоговой полиции, то есть налоговиков, уважаемые коллеги, почему вы не предъявляете к ним вопрос, на каком основании они с этих таксистов берут деньги. Налоговая инспекция имеет право проверить каждый договор, по которому диспетчерская служба такси получает доход от физических лиц, таксистов. Это рутинная работа для налоговой, но она должна быть проведена, он должен дернуть всех. 10, 50, 100 человек и сказать, ты оплачивал? Оплачивал. За что оплачивал? А ты, значит, не предприниматель, но оплачивал? Тогда давайте начислим его. Пополнение бюджета – дело управленцев и законодателей. Но потребителю тоже надо быть на чеку. Нелегалы не несут ответственности за вашу жизнь и здоровье. Предъявлять претензии будет некому. В Анапе только пять официально зарегистрированных служб заказа такси. Это такси 058, Форсаж, Семерочки, Альфа и Мотор. Задача – не закрыть остальные, а заставить их работать в рамках закона. Самые же проблемы, тут же присутствуют три курортных города. Самые проблемы возникают когда, Алексей Владимирович? В период курортного сезона. Да, есть время подготовиться. Сегодня этих нелегалов, может, не так уж и много, но они, как правило, не начинают наезжать с мая месяца и июля. Со всей страны, да? Да. Спасибо вам за проведенное совещание. И с горсоветом, с депутатами поговорим. И есть о чем подумать. И с налоговой поговорить, Алексей Владимирович, там тоже масса проблем. 22 ноября в законодательном собрании края пройдет расширенное заседание по вопросу транспортного обслуживания легковыми такси. Будут выработаны рекомендации, которые позволят навести порядок в этой сфере услуг.